Разбитые бутылки, окурки и переполненные урны с такой проблемой столкнулись жители разных районов города. Убирать все 65 детских площадок специалисты управления муниципального хозяйства могут не больше одного раза в неделю. Но этих мер недостаточно. Мария Федорчук продолжит тему. Гулять с детьми даже на детской площадке совсем небезопасно, считают жители микрорайона оптимистов. Тут собираются не только дети. По вечерам покататься на качелях выходят и взрослые. На площадках собираются или бить, или выпить. А курки и бутылки, которые остаются после таких компаний прямо в песочнице, не лучшие игрушки для детей. Гуляю с сестрой здесь каждый день. И то боюсь, что она поранится, так как тут везде битые стекла, куча мусора. Мусорки переполненные, вообще не убирают тут. После каждых водных тут еще больше мусора становится, так как люди умудряются шашлыки даже делать на детской площадке. И просто боюсь, что дети поранятся. По логике, содержать детские площадки в чистоте – задача управляющих компаний. Но они отвечают только за придомовую территорию. Очищать от мусора места, где гуляют дети, приходится управлению муниципального хозяйства. Немножко не совсем корректное распределение эксплуатирующих организаций по содержанию этих детских площадок. Мы почему-то решили все свалить на одну организацию, на одно предприятие, и освободив таким образом от содержания в микрорайонах управляющих компаний. У нас управляющие компании сегодня содержат только дом и прилегающую территорию, в лучшем случае метров 3-4. Когда во всей стране управляющие компании содержат свои территории, в том числе придомовые детские игровые комплексы и площадки. Несмотря на кучи мусора, детские площадки все же убирают. Только делают это не чаще одного раза в неделю. Помимо разбитых бутылок, детей поджидают и другие опасности. Поломаны элементы игровых конструкций. Правда, их ремонтируют своевременно. Ремонт запланирован на всех детских площадках по факту обнаружения каких-то неисправностей и поломок. То есть после фактического обнаружения, после обращения граждан города, после осмотра детских площадок, мы составляем дефектную ведомость. У нас заключен контракт с подрядной организацией «Профи-1», которые обязаны в течение суток нам отремонтировать поломанные элементы. Впрочем, горожане сами могут повлиять на ситуацию. Достаточно просто убирать за собой мусор. Кроме того, закон однозначно гласит, курение и тем более распитие спиртного на детских площадках категорически запрещено. Мария Федорчук, Николай Александров, Артур Цвелюк. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова